друзья всем привет пару месяцев назад у нас выходил вот такой вот ролик о том как создать векторное изображение автоматики и как его после этого преобразовать в настоящий вектор и там для преобразования вектор мы использовали внешний ресурс который на данный момент не работает к тому же этот ресурс был не самый лучший не самый гибкий для преобразования вектор и сегодня мы еще раз посмотрим как генерировать векторное изображение какие есть нюансы и генерации и преобразование вектор рассмотрим с помощью двух ресурсов первым ресурсом будет coral draw это не бесплатный софт но для преобразования он максимально гибкий и вторым ресурсом рассмотрим in scape он распространяется как бесплатное приложение давайте начинать первое для создания векторных изображений не обязательно но можно использовать векторные модели помощью этих специальных моделей можно более просто получить те стили которые прикладывает автор к этим моделям нажимаем ай копируем prompt и вставляем в автоматик и получаем вот в таком стиле изображения главный объект соответственно здесь можно менять всегда обращайте внимание на триггерное слово и я на базовую модель на которой обучалась данная модель соответственно вот эта модель обучалась на sd 2.1 и всем лоры от версии 1.5 с ней работать не будут и размер изображения должен быть уже не 512 а повыше эта модель vector art есть еще лоры которые вот такой вот стиль выдают для вектора конечно здесь детализация избыточна но мы дальше посмотрим как ее вообще можно понизить и сделать изображение более плоским это лора 0 миг еще для вектора подойдут стикер арты допустим вот такой вот стикер арт или вот такая вот лора сам logo который предназначен для создания логотипов тоже неплохо подойдет для создания векторных изображений еще есть вот такая вот лора дши вектор стайл арт помощью нее можно получить тоже интересное изображение но соответственно для вектора их придется немножко упрощать все ссылки на эти модели и лоры я приложу в бусте и в телеграме но сейчас мы давайте посмотрим как получить векторные изображения вот такие вот без всяких лор я пользуюсь именно вот таким вариантом потому что с дополнительными лорами или моделями вы можете качественно получить и изображение на которых те лоры или модели тренировались а если вы используете просто качественную модель то на ней вы в принципе можете сгенерировать любой вектор я предлагаю использовать модели aml real 2 level 4 делиберит второй версии ref1 или ref animated все эти модели которые назвал хороши в том плане что у них качественная геометрия и правильная анатомия отсюда на этих моделях можно делать в общем-то все что угодно для создания векторного арта я буду использовать модель aml real версии 2 давайте рассмотрим создание векторного арта на примере вот такого дракона сэмплинг метод я буду использовать dpm++2mk 1 шагов 24 размер 768 768 и вот такой вот несложный пронт самый основной токен здесь вектор арт векторное искусство дальше идет сам объект это дракон и следующие дополнительные токены это хайт контраст высокий контраст давайте его отключим посмотрим то будет без него на том же самом сиде в итоге дракончик стал менее контрастным и появилось больше цветов давайте наш токен включим обратно следующий токен flat color давайте его тоже отключим посмотрим что будет и без него у нас изображение становится немножко сложнее появляются блики и больше деталей и последний токен это белый фон white background если мы его отключим то получим все равно изображение на белом фоне но если мы сделаем еще несколько генерации наверняка будет встречаться и другие цвета может быть даже какие-то объекты будут на фоне этот токен нас в общем-то подстраховывает чтобы фон был гарантированно белым еще для того чтобы изображение было более правильным аккуратным я использую текстовые версии одна из моих любимых текстовых версий для таких несколько детализированных изображений это very bad image negative все текстовые версии которые вы сейчас видели вы можете скачать вот под вот этим видео на бусти здесь подразделе файла есть шестой пункт текстовой версии здесь есть ссылочка где вы их прям скопом можете сразу все скачать давайте теперь заменим нашего дракона на собаку напишем дикая собака щелкаем сюда в пустое место и выбираем этот токен перевести давайте прямо с этим же сидом сгенерируем получилась вот такая вот собачка давайте теперь попробуем еще упростить наше изображение сделать еще меньше деталей для этого давайте отключим токен flat color и добавим такой токен как flat style и токену flat style давайте повысим вес до 1.5 сгенерируем изображение изображение уже заметно упростилось давайте понизим этот токен до 0.3 стало немного сложнее давайте теперь попробуем какое-нибудь другое изображение возьмем вот это изображение основной объект здесь наушники дальше идет токен концепт токен концепт делает что-то типа презентации то есть это уже будут не просто наушники а какая-то презентация с наушниками вектор art style это основной токен от контраст и повышение контрастности следующий токен flat color то есть плоские цвета если мы этот токен сейчас отключим то получим следующее изображение здесь картинка становится более сложной какие-то микро детали появляются давайте включим его обратно следующий токен color splash style этот токен дает более яркие цвета давайте его отключим посмотрим что будет без него без него цвета становятся более бледными следующий токен low details здесь у нас стоит даже с весом 1.1 давайте его отключим и посмотрим что будет без этого токена изображение становится посложнее если мы поднимем вес этому токену то мы еще упростим наше изображение см 1.3 это изображение становится еще более простым но простым в плане лица наушники из практически не изменились а вот лицо стало создано как будто из более примитивных элементов если же мы хотим упростить не только лицо а упростить все изображение как прошлый раз добавляем опять же токен flat style допустим сразу повысим его вес до 1.1 нажимаем generate и изображение у нас упрощается в общем то токен flat style очень хорошо работает для упрощения векторных изображений и давайте теперь возьмем вот такое вот изображение которое немножко поважнее того что мы только что генерировали и преобразуем его в настоящее векторное изображение которое можно будет печатать на гигантских размерах загружать в разные станки например во фрезерной или гравировальной первый софт который мы рассмотрим это будет coral draw давайте закинем сюда изображение теперь выберем опцию трассировка растрового изображения нажмем по этой кнопке выберем изображение низкого качества перейдем в раздел цвет и откроем вкладку цвета здесь на автомате наше изображение определяется и выбирается минимальное количество цветов в данном случае 6 цветов но если посмотреть повнимательнее здесь мы потеряли ноздри у собаки давайте нажмем ok и перетащим наш вектор в правую сторону чтобы передвигаться по окну зажмем control и колесико мыши теперь нажмем по нашему изображению правой клавиши мыши и выбрать отменить группировку если правой части мы выберем вкладку объекты то здесь мы увидим из каких объектов нас стоит изображение здесь на самом деле не так уж и много объектов давайте попробуем сместить часть объектов чтобы посмотреть из чего у нас стоит изображение желтый цвет у нас стоит из 4 частей вот эта часть вот эта часть вот это и вот это дальше язык у нас стоит из двух частей даже из трех частей где вот эти вот части мы можем объединить нос у нас стоит из блика и каркас сам собаки нас стоит из вот этого вот контура отдельно глаз глаз и отдельно вот это вот вся раскраска давайте нажмем control z и все отменим давайте теперь сделаем объединение по цветам давайте теперь посмотрим на правую часть окна здесь у нас отображены все элементы давайте выделим все желтой части сольем их на один слой зажмем control выделим и все по очереди и теперь нажмем вот эту вот кнопочку все теперь у нас все вот эти вот желтые элементы на отдельном слой также давайте поступим с языком выделим вот эту вот половинку и вот эту не нажмем вот эту кнопку найдем здесь глаза левый и правый глаз тоже их сольем на один слой здесь еще видно вот такие вот серенькие элементы мы их можем выделить нижние и верхние зажав shift они выделяются все подряд и просто их делитом удалить и по отдельности удалить и другие элементы которые серого цвета тем самым еще больше мы прощаем наше векторное изображение и теперь вот этот вот узорчик на лбу мы тоже здесь выделим все элементы которые ему присущи и также их объединим на один слой теперь давайте попробуем подвигаем наши слои отдельно язык отдельно блик на носу отдельно глаза отдельно узор и отдельно контур головы нажмем control z все обратно вернуть теперь скомпонованные элементы мы можем по отдельности красить допустим вот такой вот цвет из вот в такой вот цвет и соответственно если мы сейчас увеличим наше изображение вот пикселей мы никаких не увидим и можем печатать его на любом размере и давайте еще посмотрим корал дрон растрирование изображения высокого качества есть немного больше опций смотрите здесь он нам уже предлагает 44 цвета и вот в этой вот части нам показывает какие цвета он нашел это может быть удобно если у вас изображение более сложное вы не хотите такое количество цветов а может с ними будет сложно работать здесь вы можете зажав control выделить допустим вот эти два цвета снизу вам показывается штришками что вы выделили и нажать допустим слияние эти два цвета сливаются в единый выбираем вот этот допустим цвет вот этот вот этот вот этот и допустим еще вот этот и тоже его сливаем желтые цвета выбираем так 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 и тоже их сливаем итоге наша схема начинает обращаться также можем поступить серыми оттенками давайте вот с этими черными оттенками также поступим синий оттенок оставим это нос вот эти вот желтые оттенки вот эти вот часть языка посмотрим что у нас серыми цветами это фон это все фон уже его сливаем это у нас контуры вливаем в единый цвет это у нас элементы языка уже сливаем серый остается именно на собаки и фон скорее они будут отдельными и вот этот тот серый это контур давайте его привяжем фон сольем и в итоге у нас осталось те же самые восемь цветов но из плюсов работы вот в таком вот виде у нас получилось больше деталей а на носу у нас ноздри остались остались зубы ну и в общем то все нажимаем ok и последующие действия будут абсолютно такие же как и с первым изображением здесь у нас получается абсолютно то же самое также желтый цвет стоит из нескольких частей очень то последующие действия абсолютно такие же как из первого изображения и давайте теперь рассмотрим как можно викторизовать наше изображение в приложении nscape помню что она бесплатно и вы можете его скачать на официальном сайте закинем сюда наше изображение выберем ok нажмем стрелочку разместим в середине правой части у нас есть вот здесь вот такая вот стрелочка нажимаем по ней здесь у нас отображаются все менюшки и есть такое меню trace bitmap выбираем его на первой вкладке нам предлагается сделать однократное разложение то есть белый черный цвет а на второй вкладке мультикала сделать многоцветное изображение здесь мы можем выбрать списке эти и тут у нас есть такой ползунок разложения сейчас он предлагает нам восемь цветов если мы будем уменьшать то заметим пропал цвет на языке там еще какие-то цвета пропадают если будем прибавлять то у нас появляется дополнительные цвета блик на носу ноздри появились оставим восемь цветов для разложения и для того чтобы цвета здесь складывались стопку есть такая галочка складывать выбираем если мы наведем здесь есть подсказка слои складываются в стопку друг на друга без промежутков если поставим галочку пятна то будут игнорироваться мелкие точки пятна на растровом изображении то есть если у вас на изображении есть мелкие точки которые вы не хотите чтобы они растрировались вы можете поставить эту галочку и и повысив вот это вот значения подобрать нужный размер точек которые будут игнорироваться еще по умолчанию здесь стоит сглаживание острых углов и оптимизация то есть попытаться оптимизировать контуры соединением соседних сегментов кривых безе давайте нажмем применить и сдвинем наше изображение вправо теперь нажмем по векторному изображению выберем разгруппировать и давайте попробуем потянуть какие-нибудь слои здесь векторизации происходит немножко похуже слишком большая детализация получается но зато все слои лежат в стопке друг на друге желтый лежит на сером серый лежит на белом в общем-то эти слои можно также объединять друг с другом но мне больше понравился вариант векторизации в coral draw на этом у меня в общем-то все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите в наши группы в telegram и вк смотрите наши видео также на бусте а мы прикладываем все файлы из видео последних видео стали делать еще временную разбивку на этом всем хорошей генерации всем удачи всем пока